Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Я тут подумал, давненько я не готовил ничего мясного. В наших магазинах здесь найти мясо нормально, очень сложно. Поэтому поехал на рынок, познакомился с мясником и заказал у него вот такую свинячью ногу. Здесь очень хорошо умеют разделывать и обрабатывать свинину. Посмотрите, насколько чистенькая, гладенькая кожа. Просто красота необыкновенная. Вот такая вот ножка в 12 килограммов весом. Что я хочу из нее сделать? Сейчас отделю рульку. И эта рулька у меня замерзнет в морозильнике на долгие времена, до тех пор, пока не появится нормальная капуста. Я заквашу капусту и приготовлю совершенно потрясающую рульку в пиве с квашеной капустой. Это будет просто фантастика. Но это дела далеко впереди, так сказать, чем предстоят нам. Из вот этой части я хочу приготовить запеченную при низкой температуре свинятину. Сначала сделаю вместе со шкуркой, потом, когда она пропечется до равномерного состояния всего внутри, шкурку сниму и подрумяню еще. Ну, а с этим пока не знаю. Придумаем. Начну с разделки. Я таких ног никогда сам не разделал, поэтому получится, наверное, не очень аккуратно. Ну, как получится. Смотрите, какая великолепная. Просто красота. Просто огромная. Я таких здоровенных ролик в Москве не видел, не встречал. Отложим ее. Ну, вот, смотрите, какой замечательный кусок получился. Ровненький, аккуратненький, большой. Такого хватит на целый полк. Сейчас я хочу это мясо засолить, замариновать. Мариновать я буду условно-быстрым способом. То есть, для такого здоровенного куска мяса, его нужно, конечно, просаливать мокрым способом, мокрым рассолом. Хотя бы дня три. Ну, мне, честно говоря, лень ждать столько времени. Поэтому я этим рассолом обколю этот кусок. Обложу прямыми травами, чесноком и оставлю на сутки. То есть, методика просаливания точно такая же, как вот в этом ролике. Если кто-то пропустил, посмотрите. Там я засаливал свиную шейку. А здесь обойдусь так, с вот этим замечательным окороком. Ну, а эти куски уйдут, морозятся. Итак, этот кусок у меня весит 5 килограммов 300 граммов. Для засолки обычно берут в среднем около 20 граммов соли на килограмм мяса. Это будет тогда достаточно хорошо просоленное мясо. Можно немножко убавить. Я, наверное, возьму соли из расчета 17 грамм на килограмм. Это количество соли я растворю 5 килограммов. Я сюда, наверное, вкачу литр воды. Вот. Значит, я возьму на литр воды соли. Из расчета, как я уже сказал, 17 граммов на килограмм веса. Добавлю пряных трав, чеснока. Ну, и займусь этим процессом. Ну, а пока готовлю рассол. Итого, из расчета 17 граммов на килограмм веса мяса, здесь 5 килограммов 300 граммов, приблизительное мясо. Это значит, что около 90 граммов соли. Литр воды. Хотя, вы знаете, насчет литра я, наверное, погорячился. Я сейчас сюда влил 800 миллилитров. И думаю, что на эти 5 килограммов этого будет достаточно. Почему я говорил про литр? Дело в том, что если это мясо коптить или вялить, то, естественно, при этом процессе оно будет обильно терять влагу. Поэтому воды нужно побольше. Но так как я собираюсь это делать запекать в духовке, к тому же запекать методом бережного, так называемого, запекания, то есть при температуре около 95-100 градусов, не выше, то это мясо почти не потеряет влаги. Поэтому избыток жидкости внутренне не нужно добавлять. Но вот этой соли будет хорошо. Я, собственно говоря, показывал уже этот процесс в ролике, про который упоминал в начале. Здесь, конечно, удобнее использовать самую толстую иглу из возможных и самый большой из шприц из возможных. Больше того, можно даже специальный шприц купить для этого дела, который применяется как раз-таки для вот такого вот шприцевания мяса. Ну, я таким не обзавелся, потому что не настолько часто готовлю всякие копченые продукты, чтобы заказывать. Хотя, может быть, конечно, со временем возьму. У этого специального шприца, про который я говорю, или шприца, как правильно, не знаю. У этого специального инструмента для шприцевания мяса очень толстая большая игла, но вот такой длины, и у этой иглы отверстие есть еще и сбоку, не только центральная часть. Поэтому процесс шприцевания происходит значительно быстрее, чем вот таким способом. Тратится меньше времени, ну, и эффективность работы на кухне повышается значительно. Небольшое количество рассола я оставлю для того, чтобы смешать его совсем небольшое, то есть буквально, наверное, 3-4 ложки, чтобы смешать его с растительным маслом и с пряными травами. Растительное масло я использую в рассоле не для того, чтобы сделать этот кусок более жирным, я уже не раз так говорил, а по следующей причине. Большинство ароматических веществ, которые содержатся в перце, в чесноке, ну, в пряных травах, это жирорастворимые вещества. И поэтому, чтобы наиболее равномерно распределить по тому мясу, которое я мариную в растворе, эти самые ароматические вещества, я добавляю масло. Так, хватит. Вот такой замечательный кусок. Сейчас по-хорошему его нужно немного помассировать, чтобы весь этот рассол более-менее равномерно распределился внутри куска мяса. Особенно усердствовать смысла нет, но некий небольшой такой массаж пойдет на пользу этому процессу. Вот здесь все будет равномерно, более-менее равномерно просаливаться и промариновываться. С чесноком. Резать его на мелкие кусочки смысла нет. Нам ведь нужно от него добиться максимального количества сока, чтобы он выделился наружу. И возможности потом достаточно просто и быстро все эти лишние кусочки удалить, чтобы они не обклеивали кусок мяса, не начали гореть на мясе. Поэтому сейчас я только давлю и срезаю вот эти вот страшные кусочки. Какие пряные травы для маринада использовать? Это целиком полностью вопрос ваших вкусовых пристрастий. Я хочу использовать лавровый лист и тимьян. В течение этих суток, которые мясо будет пориноваться, я буду несколько раз его из холодильника вытаскивать и переворачивать, обмазывать еще раз собственно говоря маринадом, чтобы более равномерно все покрывалось. Я думаю, два таких больших листочка вполне будет достаточно. И тимьян. Сначала шкурка у нас окунется, потом боковина. Ну а выложу я его на вот эту срезанную сторону, на срезанную часть. Почему на срезанную? Потому что как раз таки по вот этому вот разрезу значительно проще мясо будет проникать как раз таки весь рассол. Все ароматы. Все, вот в таком виде это и пойдет в холодильник. Чтобы в холодильнике мясо не заветривалось, я его упакую в пакет. Вот так вот. Ну я думаю, показывать как я буду его месить, переворачивать из сорды в сторону за эти сутки я не буду. Поэтому до встречи завтра. Итак, прошли ровно сутки с тех пор, как я убрал просаливаться и мариноваться этот замечательный кусок мяса. Продолжаем. Что я хочу сделать сейчас? Во-первых, нужно нашпиговать этот кусок мяса чесноком. На самом деле, как конкретно, какими пряностями и какими специями натирать этот кусок мяса, это вопрос ваших вкусовых пристрастий. Мне кажется, чеснок и свинина это изумительное сочетание. И, естественно, горчица. Но до горчицы дело дойдет только тогда, когда кусок будет практически готов. Итак, начинаю с чесноком. Чеснока нужно сюда достаточно много. Я не буду старательно его ровненько-аккуратненько очищать, потому что главное мне здесь не аккуратные его формы, а непосредственно чесночный сок. Поэтому сначала отрезаю эту вот корневую часть, а затем раздавлю и сниму шкурку. Мельчить чеснок и резать на тонкие пластинки тоже не вижу большого смысла. Дело в том, что этот кусок мяса он у нас достаточно просолился, пропитался и сейчас внутри достаточно много в нем сока. Мясного сока и соли. Соль, растворяясь в воде, становится электролитом. То есть, там его освобождаются свободно, насколько я помню, из курса школьной химии. И как электролит, она обладает значительно большей проникающей способностью, нежели простая вода. Она значительно лучше по тканям расходится. Поэтому за то время, когда будет готовиться эта свинина в духовке, чесночные ароматы, я надеюсь, хорошо пройдут распространяться по всем тканям. Еще один момент. На мой взгляд, самым важным в приготовлении любого куска мяса является не специи, не пряностей, как я уже сказал, а правильная тепловая обработка. Что значит правильная? Правильная тепловая обработка, я считаю, это такая, при которой кусок мяса доходит до необходимой нам степени кондиции, степени готовности равномерно по всему объему. Этого эффекта очень сложно добиться, если запекать кусок мяса или обжаривать при высокой температуре, потому что при высокой температуре поверхности теплота достаточно медленно проходит вовнутрь куска, и поэтому внешние части мяса поверхность мяса успевает не приготовиться, а потерять соки, обжариться, а вовнутрь эта теплота еще не доходит. Поэтому, на мой вкус, самый лучший способ готовить любое мясо в большом объеме, в большом куске, это медленное запекание. Я показывал уже в начале ролика, ссылочку вам давал, смотрите, если кто-то пропустил здесь, это ролик про баранину. По той же самой схеме я буду готовить и свинину. для того, чтобы приноровиться к своей духовке, какая у вас есть, к тому размеру куска мяса, который у вас есть, я настоятельно рекомендую пользоваться термометром. Раньше я пользовался вот таким термометром. Он всем хорош, за одним маленьким исключением. Когда мясо готовится в духовке, для того, чтобы выяснить, какая же температура, собственно говоря, внутри куска мяса, необходимо открыть духовку, проткнуть несколько раз. То есть, это дополнительные сложности. Я давно облизывался на термометр вот такого типа, с тросиком. И собирался уже его заказать с подсветки. И собирался даже его заказывать с ЕБ. Но тут дошел в магазин поблизости один и обнаружил, что он продается, причем стоит каких-то смешных денег, что-то порядка 7 евро, по-моему. И, что мне особенно понравилась, вот эта вот база, она по радиоканалу передает сигнал вот сюда. Поэтому можно не просто оставить этот пульт рядом с духовкой и бегать периодически смотреть. Можно разместить эту базу рядом с грилем, а вот эту штуку повесить себе на пояс и ходить. И когда дойдет до нужной температуры, здесь работает сигнал. Здесь можно установить, собственно говоря, и нужную вам температуру, и время. В общем, очень удобная штука. Итак, я завершил процесс шпигования. Смазывать сейчас этот кусок ничем не буду, потому что не вижу смысла. Свининка достаточно жирная, здесь еще шкурка все прикрывает хорошо, и температура, при которой будет готовиться она в духовке, 95-100 градусов, ничего страшного с свининой не сделает. Даже, может быть, наверное, 90-95. На самом деле, это не очень важно, если вы пользуетесь таким термометром. температура готовности свинины это 70 градусов, и до конца точным 69 градусов это уже вполне достаточно. Так вот, я ставлю на 70 градусов, когда она дойдет до 70, продолжу всю процедуру. А сейчас остается только загнать сюда щуп с термометром в самый центр этого куска и убрать духовку. Процесс пошел, у меня на пульте цель 70 градусов, сейчас сам кусок 10 градусов. Продолжение нашего марлезонского балета. Итак, прошло 5 часов, на нашем термометре, как вы видите, 65 градусов, то есть еще 5 градусов и все будет практически готово. Я думаю, пора уже заняться нашей обмазкой, соусом, вот этой пастой, которой мы обмажем нашу свинятину, для того, чтобы она зарумянилась и была красивой и ароматной. И подготовим гарнир. На гарнир я хочу приготовить запеченную картошку дольками с чесноком и тимьяном. Рецепт очень простой, я уже один раз показывал его, думаю, вы пропустили это дело мимо ушей, не обратив внимания. Между тем, это очень просто и очень вкусно. Смотрите, что для этого нужно. Разрезать отмытую, чистую картошку на дольки, как яблоки, но потом запечь ее, полив оливковым маслом, добавив тимьян, чеснок, прямо в шкурке, не нужно его чистить, иначе начнет подгорать, шкурка сохранит немножко ароматы, сбережет его от сгорания и будет очень хорошо. И добавив красного сладкого перца, паприки. Оливковое масло, здесь ее можно не жалеть, оно здесь выступает в качестве такого транспорта ароматических веществ ко всей картошке, и хорошо бы хорошенько ее смазать всем маслом, чтобы не было сухих сторон, сухих пятнышек на ней. Тогда она более равномерно вся будет готовиться. Значит, почему я, еще раз повторюсь, не очищу чеснок? Дело в том, что шкурка чеснока оберегает его от подгорания неравномерного. Она ведь сухая, и вот эта вот сухая шкурка сама при запекании чеснока немножко теряет влагу, соответственно, уменьшается в размере, а шкурка выступает в роли такой шубы. Поэтому получается более равномерное распространение этих ароматов, что не сгорает все. Попробуйте, это очень удобно. Значит, соль. Соль желательно использовать, конечно, крупную. И несколько веточек тимьяна. Можно, конечно, посыпать и уже смолотым, или тот, который сухой, в баночке накрошенный. Ну, у меня растет за окошком. Тимьян, видите, он сухой, достаточно сухая трава. Он начнет в духовке немножко подгорать и давать вот этот ароматный дымок. Этот дымок будет даже немножко похож на дымок с мангала. Мне это очень нравится. Собственно говоря, здесь все готово. Пока мы занимались этим делом, у нас уже тут 66 градусов. Замечательно. До полной готовности свинины осталось 4 градуса. Сейчас я хочу ее достать, снять шкуру с нее и обмазать соусом. Итак, займемся соусом. Что касается соуса, на мой вкус для свинины, для запеченной свинины идеально подходит горчица. Но мне хотелось бы получить еще и такую подрумяненную корочку. А румянится в духовке, сахара, они дают такую желтизну. Поэтому, вместо сахара я хочу использовать небольшое количество меда. С медом главное не переборщить, иначе он начнет гореть и будет не сколько румяный, не сколько прям черный. Так, сначала горчица. Я думаю, этого будет достаточно. С горчицей, смотрите так. Во-первых, это достаточно острая горчица и к тому же в ней присутствует уксус. То есть, она такая острая и кислая одновременно. И в ней присутствует соль в какой-то степени. И вот это сочетание кислоты и остроты очень хорошо оттянет вкус нашей свинины. Ну и мед. Меда здесь, наверное, где-то полторы столовых ложки у меня получилось. Я думаю, на 5 килограммов свинины надо будет достаточно. Прекрасно. Соус готов. Пора доставать нашу свинину. Свининку надо переложить на доску для того, чтобы аккуратно снять эту самую шкуру. Она очень горячая, нужно действовать аккуратно. Натекший сок можно, конечно, использовать в качестве бульона и на этой основе попытаться сделать какие-то соусы. но сейчас в этом соке достаточно много соли и я его использовать не буду. Итак, свинину мы достали, а запекать ее и румяне будем уже при температуре 210-220 градусов, так как картошка тоже приготовится приблизительно за 20-25 минут. Поэтому, пока мы разбираемся со свининой, нужно увеличить температуру в духовке. Нужно аккуратно снять вот эту самую шкурку. Видите, какая она плотная получилась, подсохла. Вот то же самое произошло бы и с вот этим вот слоем как раз-таки уже на данный момент. То есть, вся свинина бы здесь подсохла и поэтому была бы не такая сочная. Так, вот замечательный кусочек. Сейчас, для того, чтобы наш соус более глубоко проник в слои мяса, я немножечко надсеку вот этот поверхностный слой. Совсем немного. Прием совершенно стандартный, вы наверняка его не раз видели. проверенный в веках, никаких сложностей с его исполнением применением обычно нет. Собственно говоря, вся насечка завершена. Особенно усердствовать с этой маской не стоит. она у нас только для придания вкус и аромата, не для каких-то защитных слоев. Поэтому обмазали поверхность и достаточно. Не нужно заливать все горчицей. Но пройтись как раз-таки вот по вот этим вот разрезам стоит. Еще раз обращаю ваше внимание, что соус вот этот я не солил, потому что у нас свинина достаточно просолена в результате того, что она лежала вот эти сутки в рассоле и была обколота этим рассолом. Да, прежде чем убирать, нужно не забыть опять воткнуть в свинину щуп. Значит, напоминаю, что я готовлю сегодня свинину до температуры 69-70 градусов. В запарке я совсем забыл. Нужно же картошку нам посыпать сладким красным перцем и добавить острого перца. Я вам уже показывал вот этот каенский перец. По крайней мере так он называется здесь в Испании. Видите? Каена. Это очень острый перец. Буквально двух таких маленьких стручков на литр соуса хватит для того, чтобы глаза уже полезли на лоб от него от его остроты. Я кладу три, потому что он здесь не будет размолот и он к ее остроту конечно даст, но картошку тем не менее можно будет есть и не подготовлены товарищи. Очень рекомендую вам попробовать приготовить картошку именно таким способом, то есть добавив сладкой паприки и вот острого перца. Правда красиво. Уже показывает 68 градусов обратите внимание то есть доставал я это как раз таки к вопросу о скорости распространения теплоты я доставал из духовки нашу свинину когда градусник показывал термометр показывал 66 градусов свинина находилась при комнатной температуре и тем не менее температура внутри росла почему это происходит потому что поверхность куска мяса разогрета сильнее и этот кусок мяса не только теряет теплоту наружу но и вот эта теплота уходит вовнутрь то есть осталось 2 градуса до готовности внутри и пока эти 2 градуса свинина будет набирать за это время успеет подрумянится картошка испечься и за это же время успеет приготовиться сама свинина ждем смотрите какая красота видите что творится сколько в ней сока это заслуга именно вот этого способа готовки медленного он весь просто течет на мясо идеальная степень готовности просто идеальная у нас уже вечер пора все пробовать так ну что у нас получилось со свининой нежнейшая сочнейшая идеально просолена прекрасное мясо просто прекрасное картошка превыше всяческих похвал она несмотря на то что здесь всего лежало 5 или 6 зубчиков чеснока причем лежали они непосредственно в своей шкурке так вот вся картошка тем не менее пропиталась этим легким чесночным ароматом очень хорошо я настоятельно вам рекомендую приобретите термометр и вы настолько облегчите себе труд на кухне никаких угадарек больше воткнули щуп и следите за временем а если будет еще он и такого типа как у меня достался то есть беспроводной можно перемещаться свободно по дому по квартире не бегая каждый раз глядя что там происходит он сам нам даст сигнал когда все будет готово он настраивается по температуре я сознательно не сообщаю вам ни модели ни ссылки на этот агрегат я убрал не в интернете непосредственно в магазине такого типа я думаю можно найти на ebay ищите и обрящите новые зрители не забудьте подписаться я с удовольствием послушаю ваши комментарии насчет этого блюда с каким гарниром еще это можно приготовить я всегда рад поучиться у вас друзья мои новые зрители загляните в описание видео там вы найдете ссылки на соцсети я далеко не все свои рецепты публикую в виде ролика очень много попадает в интернет в виде фотографий и текстов я думаю будет интересно спасибо за компанию всем пока субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok